Особое мнение на 101FM Сегодня 22 января Напомню, понедельник Хочется поговорить о текущей работе фонда Об основных задачах, которые стоят на ближайшее время В одном из своих выступлений Вы сказали, что фонд создан не на месяц, не на два, а на долгие времена Вот получается, примерно уже полтора года фонд Завятку работает Позади новогодние каникулы, Рождество Чем-то особенным удалось ли наших ребят, наших бойцов Которые находятся в зоне СВО порадовать Все равно родные, семьи что-то пытались такое особое С теплом родного дома передать Ну нет, это идут у нас постоянные конвои Мы постоянно отправляем и все Как бы особо таково к Новому году Сами понимаете, боевые действия Лучше один квадрокоптер отправить там Который стоит 500 тысяч, чем купить подарки на 500 тысяч Что сейчас в работе находится у волонтеров фонда? Что занимает основное время? У нас как бы за это время фонд Такой слаженный механизм стал Очень много людей к нам подтянулось, волонтеров У нас порядка 10 тысяч волонтеров в фонде Открытое представительство во всех районах области Ну и 260 у нас точек по производству маскировочных сетей Окопных свечей Ну и еще такие вещи, которые очень необходимы на фонде Окопные свечи, маскировочные сети Это основная работа, да? Нет, нет, у нас много там есть У нас делаем совместно с Лепси Проект у нас такие кейсы для зарядки радиостанций Также делал волокуши, носилки не так себя оправдали Потому что когда раненые люди бегут, там сучки везде цепляются Зато все волокуши лучше Ну и когда у нас каждый день ребята приезжают, приходят к нам Кто в отпуске, кто после госпиталя И мы с ними обсуждаем, что лучше сделать Что практичнее будет, что будет легче и эффективнее использовать в реальных действиях Костяк волонтеров кто составляет? Что это за люди? Вот я регулярно слежу за деятельностью фонда И у вас телеграм-канал очень насыщенный И сообщество ВКонтакте И вот женщины, женщины добрые Матери в том числе, родные, да, наших бойцов Ну это неравнодушно На женских плечах, можно сказать Нет, не всегда почему, да, есть мужчины Неравнодушные люди составляют костяк И понимаете, коллектив такой сложился, очень дружный Ну, бывают всякие рабочие моменты Не без этого Ну так фонд работает, дружно, нормально Как выглядит стандартный трудовой день? А вы зайдете на Динамовский 4? Мы приглашаем хоть кого туда Придите, посмотрите, как идет работа У нас не показуха, зайдете, там у нас сети вяжут В общем, носилки делают, все-все работает Люди идут каждый день, идут, денежки несут В ящички наши складывают Несут, там носки вяжут Кто продукты Ну, то есть, не отказываем Не отказываем То есть, даже если там что-то ребятам на фронте не надо было Мы отправим в госпиталь Отправим в детские дома в Луганске, в Донецк Уже есть связи с конкретными, да, учреждениями где вы? Да, да, да У нас, сейчас я говорю, работают как слаженный механизм У нас и силовятки, фонд с нами, они ездят по детским домам Вот, там, другие, кто подключился Едут, есть такие неравнодушные предприниматели, которые сами едут Вот они сложились, купили там Со своими бойцами, с друзьями созвонились Вот это вот, и к нам приезжают дозагрузиться Ну, берут Свободное место еще есть в автомобиле, да, чтобы груз полезный взять И самое главное, маскировочные сети, которые, ну, очень востребованы Вот есть у нас примеры такие Вот у нас герой России Пятин Синюгей, который с Шабалиной Он танкист-десантник И вот мы ему отправили маскировочные сети И он выразил огромную благодарность Так как танк закрывает там Ну, секреты не буду рассказывать Но факт то, что два уже квадрокоптера с огромными, значит, боеприпасами Зарядами? Запутались в наших сетях Спасли два танка Если танк стоит за 100 миллионов, вот считайте А сеть стоит, там, пусть, 2000 рублей Вот, то есть польза огромная от этого А сырьем, материалы для производства где? Серьезно закупаем спотлот Закупаем, уже давно с поставщиками работаем Сетевое полотно вот В Решетихе, в Иваново, ну, везде сейчас есть Это в России производится? Да, конечно, конечно И вот волонтеры у нас вяжут это все Делают сети, там, 3 на 6 метров, 4 на 5 Ну, разные размеры, которые ребята в основном заказывают Чтобы технику закрывать Я знаю, в зависимости от времени года Цвет сетей отличается Вы знаете, как обычно, там, задают много вопросов А что Министерство обороны у нас вроде Маскировочные сети не может сделать Вы понимаете, Министерство обороны — это машина, да? Если они заказали вот этот цвет То они все его будут делать А у нас же меняются А мы быстро перестраиваемся То есть снег есть, снега нет А что есть? Есть разрывы, там, есть грязь кругом Есть там лес Ну, значит, мы делаем черное с зеленым, с коричневым И все Ну, я знаю, над созданием одной сети сразу несколько человек, да, трудятся Конечно, да, да, да Мы проводим встречающие мастер-классы Вот приходят люди, кто желает, они приходят У нас работают, никому не отказывают Расходятся по другим нашим подразделениям, где есть место Вы знаете, что люди прямо на удивление Процесс идет такой По новым образованиям этих точек Что я, если честно, боюсь, что никаких средств не хватит Всех обеспечить Материалами Да, но главное, люди объединились Вот именно объединились Такие коллективы, они же между собой разговаривают, общаются Местные власти, власти муниципалитетов вам помогают, да, с помещениями? Конечно, да Находят, куда волонтеров пригласить Спасибо губернатору Он как бы очень-очень помогает нам А доставка на пункт сбора, на Динамовский проезд как осуществляется? На Динамовский они везут Когда главы районов у них приезжают сюда на совещание Наши представительства туда загружают, как могут Ну, где сами Кто-то из предпринимателей едет в Киров Ну, загружают, везут Ну, бывает, что прямо с места Есть ребята, которые с районов тоже ездят То есть, вы знаете, что очень много нас поддерживает людей То есть, они приходят там Позвонят, можно в сеть, пожалуйста, возьмите столько-столько Забирают, везут Ближайший рейс, когда, Сергей Александрович, будет организован? Ну, ближайший рейс пока не готов Есть много заявок Я даже вот скажу Заявки непосредственно из зоны специальной операции Да, у нас выработана такая, значит, как бы Правило такое Вот командир части пишет заявку, что нужно То-то, 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 печать, подпись На основании этой заявки мы ее обрабатываем, смотрим И, как бы, если есть средства, мы подготавливаем Ну, сразу скажу, что сейчас бы крен немножко у нас ушел тем подразделениям, которые постоянно в боевом соприкосновениям Потому что мобилизованных... На передовой, что называется Да, мобилизованных там мы обеспечили всем, чем могли Вот, а такие вещи серьезные, которые сейчас воюют, ну, как квадрокоптеры, там, тепловизоры, все Ну, знаете, там есть те, кто делают победу Ну, первостепенно И наши мобилизованные, конечно, и там штурмуют В общем, ну, стараемся нашим Кировским оказывать то в самом пекле Техника эта сейчас очень востребованная И надо понимать, что не только в наш город приходят заявки на него, да Есть какой-то дефицит? С кем вы сотрудничаете, чтобы такие вещи высокотехнологичные закупать для наших бойцов? В России-то у нас производство как такового микрочипов и всего нет Поэтому по-любому собирают квадрокоптеры в России Но комплектующие все равно с Китая Вот, а Китай, вы знаете, ну, они так-то не друзья, они предприниматели Вот, где выгоднее, там И поэтому, получается, через третьи страны как-то надо все это вытаскивать Здесь комплектуют, люди собирают, ну, и поставят Ну, у вас уже отработаны эти цепочки взаимодействия? Да, у нас отработаны Куда вы конкретно обращаетесь, вы знаете уже, да? Да, конечно Как долго по времени занимает процесс получения этого заказа? Ну, я вам скажу, что Люди у нас уже работают давно Вот, и все это закупаться быстро По ценам минимальным, потому что мы давно работаем Но, конечно, есть финансовые трудности в фонде Вот То есть, если Для понимания Мы только на 260 точек Материала для плетения сетей, там и всего Это получается миллион с лишним месяц Мы это отдаем Вот Ну, а эти деньги-то надо собрать Как бы Поэтому Ну, есть Ну, координаты, реквизиты для пожертвований Они Да, конечно Вовсеместно размещены Конечно, да И непосредственно на Динамовском проезде Четыре можно получить всю необходимую информацию И на сайте, и в Телеграм-канале В сообществе, и во Вконтакте Вы это все Да Активно Активно публикуете Одно из Так Тоже Наиболее востребованных вещей В последнее время Это так называемые антидроновые Ружья Да, как это называется Да Ну, насколько я понимаю Это электромагнитное излучение Ну, да, много разных модификаций Антидроновых ружей Конечно, нужны они Востребованы Вот люди с рэпом работают На передовой Без него никак Очередная Регулярно, вы сказали, встречи Проходят с бойцами Которые приходят сюда в отпуск Чем делятся? О чем спрашивают волонтеры фонда? Что дает это и волонтерам И самим мужчинам, которые Пришли на побывку Вы знаете Волонтеры фонда Там у нас В основном На Динамовском В основном Это пенсионеры Ну, сразу Они со всех сторон Облебят Зацелуют нашего бойца Там Попросят рассказать Чего, какие трудности Ну, и мы общаемся Спрашиваем Как, что Что нужно Как настроение Ну, уходит От нас, я думаю С поднятым настроением Когда поеду Зайду Говорит Вот возьму То-то, то-то У кого есть возможность Кто едет На какой-то машине Они сетей с собой Обычно прихватят Если там У кого-то что-то Ну, люди же разные На свою С продуктами Может Ну, и продуктов Возьмет Мед Там к нам Везут Вот с пасеки Много Своер Своер родной С 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 Ну, я думаю Да Так Разговариваем Там Кировских Сколько Столько Ну, знают Тех Тех Подразделений У нас Много С региона Воюют Парни То есть Это не только Мобилизованные Добровольцы Контрактники Но это кадровые Военные Взаимодействие С родными С семьями Мобилизованных Военнослужащих Здесь Как у вас Осуществляется С какими вопросами С какими Проблемами Приходят Ну, есть Есть проблемы Но в этом отношении Как бы У нас Настя Борцова Она возглавляет Комитет Жен Военнослужащих Как бы У нас Полный контакт Мы работаем вместе Как бы И все Какие-то проблемы Страиваемся решать Ну Если Допустим Жен Ну, уже много Правильно Там Две с половиной тысячи Только мобилизованы А сколько Там Ну, есть Среди Этой аудитории Люди Которые Все недовольны А мужики Еще есть тряпки У них Которые там Находятся Потому что Их мобилизовали Они же не сами Пошли И вот Они то Начинают Подскулировать Что вот Этого нет Вот мне Это не дали То не дали Ну, начинаешь Разбираться Кому что не дали Есть Командир Подразделения Мы Здесь Вот Опечатаем Конвой Свою фуру Ставим Пломбу И там При командире Пломбу Вскрывают И все Вопросы Если кому-то Что-то не дали Командиру Подразделения Только Ник Он отвечает За своих Подопечных Там уже Как он Распределит Понятно Что Тоже люди Разные Офицеры Ну, допустим Все сразу Не раздаст Должно быть Что-то у него Там В заначке Потому что И позиции Меняются И это Сами понимаем Что Такой материал Расходники Поэтому Кому-то Что-то не дали Ну, у тебя Есть командир Роты Есть командир Батальона Обратись Взаимодействие Сергей Александрович С похожими Аналогичными Фондами Из других Регионов Как-то Осуществляется Вот Я Видел информацию На вашем Сайте Перечень Городов Там Для примера Приведен Чтобы в каждом Городе Что-то Нечто Было Подобное Ну, наверное Хвастаться Не буду Мы, наверное Первые Вообще В стране С таким Фондом А сейчас Да Сейчас Подтягиваются Люди Там Звонили Со Свердловска Говорили Екатеринбург Ну, Екатеринбург Говорили Что мы поедем У нас будут Не догружены Надо ли что-то Вашему Заезжайте к нам Мы догрузим То есть Уедите Ну, вот Есть такие Есть Работаем С другими С Единой Россией Работаем С народным фронтом Вы Народным фронтом Да, соглашение Заключали соглашение Просто вот так Смотришь в интернете Очень много Где информации Как можно оказать помощь И вещи собирают И денежные средства Собирают Просто вот Хотелось бы понять Как-то между собой Вы координируетесь Чтобы эта помощь Действительно доходила Чтобы она вот Поступала тем Кто в ней нуждается Ну, знаете Я не смогу Ответить за Другие организации Вот Недавно Правительство Значит Нас позвало И Хотелось сделать Ну, сделали Как бы Координационный совет Ну, это чат Где-то люди общаются Вот А так За фонд Я могу сказать Что у нас Работа Ну, отлажена У нас Все понятно Все ясно Как бы С другими Никому не отказываем В любой работе Вот Сколько За время Существования Фонда Удалось День денег Привлечь Вы регулярно Отчитываетесь Об этом Да Насколько я помню Активные поступления Были вот в самом начале В самом начале работы фонда Могу ошибаться Ну, мы освоили Порядка 150 миллионов рублей Вот Сейчас там Так вот У нас На фоне Там Миллион Полтора Оно Приходящее Уходящее Потому что Работа идет Всегда Вот Могу отчитаться Мы Отправили Вот мне сейчас Скинули 51 конвой Конвой Надо Для понимания Бывает фура Бывает две фуры Вот Маскировочных сетей Изготовили 4364 Площадью 114 тысяч 470 квадратных метров Огромная цифра Вот Носилок 362 штуки Так Всего отгружено 722 тонны Вот это У нас все на учете На это у нас на доске Каждый день Все пополняется Цифры директируются Пополняются Вот такая проведенная работа Мы не собираемся останавливаться Вот Ну и просим всех неравнодушных Помогать Может быть Жизнь сейчас Новые вызовы Ставит перед вами Еще на какие-то Может быть Виды Продукции У вас планы есть Подключиться Переключиться Ну Вот знаете Если кто-то там Из предпринимателей Допустим Ну не хочет Финансы давать Не говоря Ради бога Мы не против Дайте материалам Дайте сподбондам Дайте сетевым материалам Придите в фонд Скажите А чем вам помочь Мы скажем чем То есть нет никаких проблем В этом Вообще предпринимательское сообщество Оно по-прежнему активно вас поддерживает Кого бы мы Кого бы вы могли Особенно отметить За поддержку Особо отметить Вот сказали Завод Лепся Сергея Киселева Движение Завод Лепся Также Николай Юферев Который предприниматель У нас По дереву обработки Хольцхаус Хольцхаус Да Поле молодец Порядка 12 миллионов Он выдел Сергей Киселев Всегда помогает Постоянно Топливо Понятно Нет Он нам деньгами помогает Ну да Вот сейчас Топливо Напомню Сейчас Конвой идет Для понимания Что фура уходит у нас Меньше 300 тысяч Никто не едет То есть Подождите Вы нанимаете? Конечно У нас же нет своих машин Конечно нанимаю Еще не каждый поедет туда Вот А предпринимательское сообщество Я вам скажу Те кто помогал Те и помогают А кто не помогал Там ни копейки не давал Как их называют Ждуны Да Но они и так Не это как бы Ну в любом случае Вы открыты Для новых контактов Мы всегда Да В любое время Если кто-то не доверяет У нас Прозрачно все У нас отчеты Сейчас вот бухгалтерия Сейчас по новому году Снова отчет была У нас попечительский совет Проверяют все От и до И которые Большие заявки рассматривают Сейчас заявок лежит Порядка на 80 миллионов Угу Ну таких денег в фонде нет Мы их просто не сможем обеспечить Кто бы там На передовой Нас обижался Не обижался Но знаете Люди разные Есть с одного подразделения Швырнет заявки Во все Вот фонды Во все И потом Ну нам Сходится эта информация Вот пять одинаковых заявок Ушло пяти разным людям Ну то есть Лишь бы что-то дали Как-то Ну вот такое Есть серьезные люди Есть серьезные люди Которые там Вот приведу пример Допустим Антон у нас Боец С разведроты Мобилизованный Пришел По ранению Я говорю Антон Чем помочь Надо Он говорит А что нам помочь Что у нас все есть Я говорю В плане Он говорит Погоди Я получаю Двести с лишним тысяч Мы по пятерке Сложились Получилось Рота там Сто человек У нас Пятьсот Что Мы закупили Все Зачем вас Тревожить То есть Это люди Которые Серьезные люди А другие Будут только Давай 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 И поэтому Очень сложно Находясь Вот здесь В Кирове Знать Что там На самом деле Происходит С нашим Вот этим Со всем Которые люди Несут Деньги Собирают У нас Нет Как вам правильно Сказать Контроля Мы не имеем Права Контролировать Там Чтобы приехать На передовую То есть Дошла ли Конкретная Речь Каждая До 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 Работа 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 Молодежью Со Школьниками Тоже Входит В вашу Задачу Давайте Напомним Форматы Этой работы Встречи В том числе С Бойцами Участниками СВО Приходят На мастер-класс Им очень интересно Все это делать Сети вязать Потом Мы очень плотно Работали с Молодой гвардией Отправляли их Вчера Поехали Самая большая Делегация От Кировской области Насколько я понял Там в том числе Ребята-медики Молодые Которые будут работать В госпиталях В основном Кадеты Едут Те люди Которые 18 лет Исполнились Они совершенно летние Поедут По госпиталям Волонтерами Помогать Там научатся уже Всего чему надо Это можно назвать Такой Командировкой Наверное Десант Десант На какое время На какой срок Они туда Отбывают Ну я Точно не знаю Насколько Там уже Как бы Москва руководит Сколько будет Но я думаю Что недели Три дня Поехали Если Сергей Александрович Волонтеры Ну которым Вот со временем Возможно Морально тяжело Становится Заниматься Этой деятельностью И они Не знаю Небольшую паузу берут Потом снова Возвращаются Сейчас время такое Всем нам Морально непросто Приходится Я думаю Знаете Как я вам скажу Не волонтеры Которые Волонтеры Они День и ночь Будут работать Это люди Совсем другие А есть люди Которые Допустим Они бизнесмены В душе Он говорит Я говорю Там можешь помочь А я же давал Я дал денег Я говорю А что Где результат То есть Вот такие есть Которые Ну как бизнес Деньги вложил Результат где Где победа Где чего Вот И дальше Как бы А что я буду Больше давать Такие есть Бывают Ну Разные же Все у нас Я просто Всегда задаю Вопрос Там Как бы Ребята Вот сейчас Стране трудно Надо помочь Они вроде А мы Мы сами Заработали Все деньги Я говорю А вот вам Кто позволил Там эти деньги Заработать Страна же Все таки Устроила Так что Вы бизнес Ведете Зарабатывать Сейчас трудно Помогите Стране Ну Такие диалоги Есть Особо ходить Там попрошайничать Нет такого Нет Сами должны понимать А в чем отдушину Находятся Те же женщины Которые плетут Вот эти маскировочные сети Естественно Они общаются Между собой В основном Чаепите устраиваете Да Как-то Время есть Для того Чтобы поделиться Своими Поздравляют И коллектив Там Все отмечают Праздники Ну Такой коллектив Очень сплочен Вообще Время Начало Работы Фонда Оно В котором Часу С восьми Приходит Уже С восьми В пять Уходят Но бывают Там В районах Вообще Там Они Когда Ну Как бы И бывает И до самой Там Допоздна Ну Че Людей Надо Как-то Раньше Помните Советский Союз Когда мы В гости К друг Другу Ходили Там Собирались Большими Такими Как сказать Коллективами Праздники Отмечать Сейчас Я наблюдаю Это Нет Даже Двора Где дети Воспитывались Когда родителям Воспитывают Вон улица Воспитают Старшие А сейчас Они Сами по себе В интернете Познавали Жизнь Во всех Прекрасных Чертах Детей Приведу Блин Такой Коток Классный В парке Человек Тридцать Катается Но нет Почему-то Это не стало Надо Это все Возрождать Одна Из задач Работы Фонда Это в том числе Противодействие Недостоверной Информации Ощущаете ли вы На себе Информационное Давление В чем Оно заключается Ну да Да Сейчас Очень Активизировались Вот мы Сегодня Антифейки В программе Я давал интервью По первому каналу Значит Просто На нас вышли Был боец Денис пришел Он там Ну Военнослужащий И с ним Был Видео записали Как он рассказывал Вот мы там-то живем Там-то Значит Вот там Кировский ансамбль Приезжал Нас поддержал Парни все боевые Дух боевой Все Все там как бы Узнали друг друга Сплотились Научились Как-то воевать И потом смотрим Это же интервью Только все Перекроено По-другому Вы знаете Озвучка другая Нет Голос Так голос похож Я бы даже У нас Татьяна Фанасьев Занимается Она сразу Определила Что это уже Другой человек Говорит Именно потому что В Балаклаве И вот этот фейк Разбирали На первом канале Даже Воздух от Балаклавы Ходит не так Как слова А слова-то хорошо Наложены Там То что у нас Все плохо У нас там Ну вот Ну в общем Очередная попытка Да это А так очень много У нас Бросты постоянно Постоянные Бросты И поэтому администраторы С утра только вычищают Все Мы продолжим Да обязательно Наш разговор Сергей Крутиков Руководитель благотворительного фонда Завятку Сегодня в нашей студии Минута рекламы И мы вернемся Особое мнение На 101FM Продолжаем наше общение В перерыве Тоже немножко успели поговорить Сергей Крутиков Руководитель благотворительного фонда Завятку Информационное давление В общем Я выяснил Серьезное Вы испытываете На себе Приходится Да разбираться В том Где правда Где неправда Но Эти все попытки Они в основном Видимо сводятся К тому Чтобы Действительно Деморализовать Да Настроение Испортить Вселить панику Такие вот настроения Ну нужно Серьезно иметь Стержень внутри Чтобы противостоять Этим вещам Как у вас это получается У вас специалисты есть Ну конечно Да Которые могут Отличить правду От лжи Такие же волонтеры Специалисты Ну то что Мы понимаем Что Есть передовая Где бойцы А есть надежный тыл Вот И нельзя Вот это Разъединять Ни одна война Не выиграться Без тыла Вот и когда парни Знают Уверены Что их ждут Что о них заботятся И вот все собирают Ну это Дорогого стоит Поэтому у нас Ну постоянные Вот эти вот От украинцев Идут Во все паблики Бросы там Ну такое все Что там Вот тут расстреляли Российских военных Там сожгли Вот такое Ну это как бы Такое фашистское Ну есть те Кто просто Начинают поддакивать Поддакивать Начинают говорить А вот в фонде То не все Там воруют Ну начинаем выяснять Ну какой-то там Кенос Краснодара Пишет Что вот там Или аккаунт Вообще закрыт Откуда он знает Что там в фонде Может быть Вот Вот такие вещи Чтобы Общество-то завести надо Как-то против Вот это все Ну то есть Совсем другая война Я вообще вот Противник Как сказать От этого никуда не уйдешь Вот этих соцсетей И боевых действий Так они мешают Ну просто Ну как вам сказать Ну с другой стороны Они помогают И найти много неравнодушных Людей Которые готовы помочь Это уж такие В этом плане Да Побочные явления Да То что там Завтра Россия пойдет Наступление По всем каналам Я понять что-то не могу Потом Завтра Украина пойдет Наступление Слушайте Откуда знаете Кто когда пойдет Какие еще Коллективы Вносит зима Холодное время года Это у нас сейчас морозы Конечно Теплые вещи Да В первую очередь Необходимы Нет Скажу так что Сейчас Настоящее время Снабжение Нашей армии Отлажено На высшем уровне В плане Покушать В плане Одеться У них есть все Ну и сейчас Все вот так Потихонечку Как бы Собираются Так-то Ни на что не жаловаться Что чего-то нет А это уже так вот Сабунированием Носки бабушки Ляжут Несут Ну конечно Приятно было Получил носочки И одел Там берцы Нормально Тепло Если собачьего меха Все Для поднятия Морального Духа Наших земляков Участников СВО Тоже Какие-то действия Предпринимаете Вот я периодически Вижу И агитбригады Туда Артистов Музыкантов Едут Сотрудничать С творческими коллективами Организовывали Или Или не входит Нет Мы ездили сами В вашу задачу Пару раз ездили сами Там К бойцам Да Вот Я против Каких-либо там Концертов Потому что Уедете И прилетит туда сразу Понимаете Что Дополнительное привлечение Да Нет Не надо Там живут люди Там Как бы скрытно А вокруг Там же не входит Все украинцы Уехали Которые Концерты Я считаю Лишни Со стороны Властей Сергей Александрович Полноценную поддержку Получаете Нет Никаких проблем Претензий Еще Может Каких-то вопросов Мы вообще Очень рады Что такой губернатор У нас Он поддерживает Во всех начинаниях Во всем Во всем То есть Проблем с этим Нет Ну Раз губернатор Сказал Наверное Ни один подчиненный Не осмелится Перечить Да Это правильно Да Коллеги Из других фондов Из других регионов С кем-то Общаетесь Может быть Есть желание Перенять чей-то Опыт Возможно Доработать Какие-то моменты У вас Кто-то опыт Перенимает Я скажу Да В основном К нам приезжают Спрашивать Как Что Где Вот это Все Мы у других Коллег Ну там Даже Допустим Несовместимая Москва И Вятка То есть Они там Занимаются Немножко другим Поговоришь Они приезжают С ними Как Чего Что Там Ну там Все равно В основном С точки зрения Бизнеса У них Это построено Что Мы можем Вот это Поставить За такую Сумму Вот В этом плане Общения А вот Как бы Есть Есть люди Да Есть Такого Возьмет Предприниматель Сам там Займется Своих Друзей Соберет И собирают Тихонько Денежки Возят Мы с ними Общаемся Постоянно Ну вот Порядка 40 машин Отправили У Минздрава Берем Машины Которые Ну сказать Списаны Оттуда Приезжают Бойцы Кто может Сам Ее Исправляют В отпуск Садиться И едет Потому что Ну на самом деле Техники Не хватает Раненых Вывозить Вот Причем Техника Нужна Серьезная Вот сейчас Да Особенно Техника Вездеходы Воздики Конечно Полноприводные Чтобы Передвигаться Возможно Было И вот Поставляем Так вот Бойцам Они Исправляют Едут туда Ну хорошо Что Минздрав Откликнулся На это предложение Но техники В целом Еще хотелось бы Чтобы больше Ну да Заявки есть На технику Заявки есть Ну сами понимаете Плюс запчасти Для того что Ремонтировать Там же да Кругом осколки Валяются Резина режется На раз То есть резина Всегда востребована Все заказывают Нужна резина На УАЗик Нужна резина Следующий Вы сказали Еще Конвой Пока не определена Да Когда Отправят Я вам сказал На 80 миллионов Заявок А денег нет Поэтому Сейчас будем Каким-то образом Конкретно Что-то Где-то Кому Очень сильно Необходимо В ту сторону Дорога занимает Видимо Двое суток Примерно Да В одну сторону По дороге Не возникает Никаких проблем Нет Наши автомобили Пропускают Все хорошо Все там Гуманитарка По зеленой Туда заходит Обратные машины Да Там Ну как бы Проверяют Все у них А туда Нормально Ну Еще раз Подсказать Нашим слушателям Нашим читателям Если вещами Помочь Что сейчас Можно принести Если честно То не надо Вещать Не надо Вещать Да Нормально Никто там Не жаловаться Что одеть Ничего У всех Все есть Самое главное Финансы Там Вот это Потому что Мы знаем Что нужно Приобрести Это все Дорогостоящее Что нужно Я вижу Что как бы В стране Уже Производство Ну налаживаться По поводу Но все равно Не хватает Очень не хватает Вот Когда все наладится Может Не надо Ребята Вообще Может Бом Детские открытки Посылать Чтобы они Знали Что их дома На какие вещи На какие приборы Спрос стремительно растет Ну вот те же Квадрокоптеры 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 Пловизоры Сейчас не так Высиливается на них Внимание Да Не так как-то Стали спрашивать А квадрокоптеры Самая востребованная вещь И антидроновое оружие Все РЭП РЭП есть Ну есть информация О том что У нас на территории Кировской области Мы собираемся Производить Квадрокоптеры Может быть Как-то Полегче в этом отношении Производят Производят Или уже производят Производят Да Не буду говорить Каналы Они постоянные С кем сотрудничаете Да По поставке техники То есть Не случается такого Что канал пропал Приходится искать Нет Что-то новое У нас там ребята Которые на передовой Офицеры Это наши военные Эксперты Они говорят Нам нужно вот это Все остальное Вам несут Это не надо И мы закупаем Именно вот такие Квадрокоптеры А не какие-то Либо То есть нам В этом отношении Легче Взять вот Некоторые А вот там Мой попросил Квадрокоптер А какой нужен Мавик нужен Так зачем ему Не знаю Нужен и все Там Ну вот сейчас Особо их и не используют Там Чтобы из них Что-то сбрасывать Так как разведатели Летают Рэп очень сильно Сейчас работает Душит все Сейчас уже Приспосабливается Что-то другое Смотрю на время Истекает Время отведенное Для нашей беседы Благодарю Сергей Кротиков Руководитель Благотворительного фонда Завятку Динамовский проезд 4 Еще раз напоминаю Адрес Телеграм-канал Сообщество во Вконтакте Сайт Пожалуйста Ищите информацию Все реквизиты есть Для помощи Нашим землякам Ну и традиционно Напоминаю О существовании Телеграм-канала Нашей радиостанции Новости И запись этого эфира Ссылка там Тоже будет Присутствовать На эту запись Спасибо Всего доброго Удачи До свидания До свидания Особое мнение На 101FM